Всем привет! Здарова щеглы! Мы будем рассказывать вам сегодня о впечатлениях про игру, по которой сделали на столку. Да. Впечатление у бетки Dawn of War 3. Три пальца. Давай. Что? Во-первых, когда она вообще релизнется? Релизнется она в апреле-майе. Как мы уже слышали, уже полгода назад плавали слухи. Игрушка она уже вот-вот на пороге. Как я понимаю, точнее, законченная версия. Там уже все работает. Может, баланс поточит кое-как. И нам дали поиграть большому количеству людей в эту прекрасную игру, протестировать ее аж три дня. Только в мультиплеере, без ботиков, без ничего. Обсудим это сейчас. Да. Главное, что вот она уже на пороге. Бета-версия предрелизная. Релиз еще раз. Апрель. Конец. Апрель. А потом после нее выпускают настольную игру. То есть восьмую или так. Восьмую. Да. Настольной игре по Dawn of War. Отлично. Вот текущее состояние беты. Да. Тут больше как бы о том, может быть, почему мы не смогли ее показать. NDA. NDA, да. Потому что я вот вчера буквально такой думал, так, блин, я, по-моему, когда подписывался на бета-тест, ну, я почитал. Что ты зачитал? Я почитал. Согласие. В отличие от большинства, которые такие, ааа, так, еще одна ненужная нахер бумага. Такие, игри. Там просто я отписал свою квартиру, знаешь. Вот. А я почитал и такой, блин, помню, вроде как бы, ну, нельзя не видосики снимать, стримить нельзя. Ну, такой, ну, все равно надо проверить. Самый простой способ проверить, работает ли NDA, это зайти на Твич и написать в поиске Dawn of War 3. Потому что, если открыто, естественно, все, короче, там, кому не лень, будут ее стримить. Захожу, вижу один единственный канал. Я такой думаю, ну, наверное, только из-за того, что только запустилась бетка, только один чувак успел. Ну, да. А захожу, значит, загружается буквально 3-4 секунды этого чувака. Он там что-то говорит, там видно, как он играет. Запускается реклама, ну, стандартная история. Реклама заканчивается. И после того, когда реклама закончилась, там такой, этот канал был заблокирован. Типа, за нарушение как раз. Согласен. Да, прав пользования. Праведливо. Поэтому видео пока вы от нас не дождетесь. Ну, поехали. В общем, что нам дает бета-версию. Возможности. Да, возможности бета-версии. Только мультиплеер, только хардкор. При этом режим справедливый. 1 на 1, 3 на 3. Две карты. 1 на 1, 3 на 3. Ну, и 2 на 2. По-моему, 2 на 2 тоже есть. 2 на 2 есть. Вот. Нам дают попялиться с другу с дружкой и посмотреть, какова динамика именно в игре против человека. При этом нам так намекают, типа, ребята, это в первую очередь мультиплеерная игра, рассчитанная на жесткую порку в онлайне, ладер, табличку. В общем, все то, чем баловался какое-то время назад, да, вновь, вор. 1. Его дедушка. Дедушка тоже любил уходить в спорт. При этом, ну, подтверждение этого показывает то, что ваши юниты прокачиваются после каждой сетевой битвы. Там появляется полоска экспириенс, она заполняется. Ну, очевидно, качать юнитов, качать юнитов терминатора 90 уровня. Да. При этом... Доступные расы. Давай так. Ну, хорошо. Доступные расы. Там их три штуки. Да. Никаких откровений, ну, не появилось. Тау не завезли. Тау не завезли. Всего три фракции у нас. Это элдер, это космические десантники и орки. Многие спрашивают, а где же православный хаос? Православного хаоса, видимо, сейчас на старте не будет. Это уже очевидно. Он будет, видимо, в DL, DL, C. Досадно, потому что вот этот квадратик с четырех фракций, его не хватает с первого ДАВНОФОРа. Так как арт всего две, у нас была возможность посмотреть на новую механику. Если, как вы помните, в ДАВНОФОР 1 вы играли просто... Вот у вас есть реквизицион-поинты, стратегические точки, нововведения. Было очень крутое, которое было потом использовано и в Венрарной компании of Heroes, и дальше. Вот, реквизицион-поинты и база противника. Убил базу, создание убил, победил. You win. Ну да, да, да. То есть это victory conditions. Гор, как говорится, называется. Теперь нам дали... Подожди. Дотку от стратегий. Да, да, дотка от стратегий. У нас есть поверкор. Это огромное ядро, которое неуязвимо до тех пор, пока ваш противник не уничтожит вам две башни. Прямо рядом с базой. Причем, прежде чем уничтожать эти башни, вы должны еще перед этим две башни уничтожить. Прямо пройтись по линии, так сказать. Да, вы должны уничтожить щиты. Щиты не огрызаются. Они защищают только ваши юниты, и там дают ресурсы. А вот перед самим поверкор башня, они уже хорошенько отстреливаются. Их можно грейдить. Они всегда уже у вас стоят, и их можно по базе грейдить. Можно грейдить? Да, можно грейдить. Там есть интересные всякие апгрейды, которые изменяют вашу стратегию. Из еще одного интересного момента. Карта была, в принципе, разбавлена такими штуками, как лесочки и травка, в которые могут прятаться ваши юниты. Привет, лол. Лига легенд. Лесочек, травка. Ну или лес из дотки тоже. Ну, хорошо, давай там это дальше... Это уже больше будет касаться геймплея, поэтому, да, мы просто обсудили, что нам дали на бете, да, возможности этой беты. Ну и менюшка. Ну и менюшка, да, вообще. Warcraft 3. Используя движок игры, анимированное меню слева, там высвечиваются те юниты, которых вы выбрали как элиту. Об этом тоже чуть попозже. Закладочки. Все очень напоминает Warcraft 3. Не потому что это не сперли, а потому что просто это прикольно, если честно. Это прикольно и удобно. Да. Музон. Музон просто шикарный. Вот если вы видели базовый ролик, трейлер Dawn of War 3, и посмотрели на вот этот вот изостанциальный ужас, который там творился, буквально как у этого... Господи, Dark Souls. Апокалипсис сегодня. Хоррор. Хоррор. И волнувается. Да-да-да-да. Это было очень круто. И вот Музон отражает на 100%. Очень классный Музон. Он не эпичный. Он просто в копку впивает. Молодцы. Падают марины. This is the... Это было очень круто. Зачет тотальный. Оформление, в принципе, хорошее. Несмотря на то, что это бетка даже. Далее. Мы можем сразу сказать о, наверное, визуальном стиле вообще, в принципе. Графоний. Графоний, сука, хорош! Потому что это StarCraft Mateo 2. Это когда Dawn of War такой познакомился со StarCraft, он типа мы готовы заключить сделку, да, бьем по рукам. Отлично. Это будет хорошая игра. Спасибо. И разошлись. Потому что на расстоянии метров трех от монитора такой, о, старик рубаешь? Нет, с пюрешкой. Да, да, да. Нет, с пюрешкой. Вот серьезно. Да, в ну пор 3. Напоминает дико, ну просто дико. Конечно, как ты в упор смотришь, сам играешь, ты понимаешь, что ну нет, это, конечно, это давно смор. Это, конечно, не StarCraft, а стилизация, как бы уже, уже да. Очевидно, что у реликов было два пути. И разработчик мог пойти дальше в такую, создать игру, жестко привязанную к реализму, к хардкорным комбо, это фишка в Dawn of War вообще на все времена. И он такой, окей, Company of Heroes, привет, я развиваю эту ветку. Именно Company of Heroes куда пошел. Вот этой брутальностью, такими приглушенными тонами мрачными, реализмом, кровищей. Либо у нас что в тренде? Лига Легенд, Смайт, Дота, StarCraft 2, спортивная дисциплина и Монтербоч. Монтербочная анимация, вот эта гипертрофированная, которую видно на ринке. Все ринобэйс, техника, ну я играл конкретно за космические десантников, и здесь за Блактемпларов, с Габриэлем Мангелс во главе. Вот, Дредноут, из них вот эти такие клубы гигантские, просто трехметровые пламени вылетали постоянно, знаешь, там подпыхивало. Но это такая, она такая вот мультяшная очень анимация, при этом выглядит достаточно круто. Да, это своеобразное представление о Вархаммер. Если вы видели наши ролики по РПГ, от Фэнтези Флайк Геймс, по Вархаммер Дарк Хейрис и тому прочее, да, то мы с Катериной рассказывали вам, что у каждого человека, в принципе, художника, игрока, мастера, есть свое представление о Вархаммере. Да, и это правда, вселенная, она не четко как-то вырисована одним мастером, художником, этих кучей книжек, где можно показать там кучу-кучу артов, рисуют каждый по-своему. Джон Бланше это его Вархаммер. Вархаммера современных художников в цегографике это ни Джон Бланше, ни Разум. Вот мои Блэк Тимплары! Да. Адриан Смит это вообще, я считаю, папа Вархаммера, вот такого современного популярного, но он тоже не продал Dawn of War 3. Да. Там у нас такой классический, мультяшный и при этом чертовски сука близкий к настольному. Да, стильный и я бы сказал, ты знаешь, на самом деле, в чем фишка? Они пытаются свести вот это вот, ну, как бы, в одной плоскости дать такой попсовый Вархаммер, очень притязательный, но со своей уникальной стилистикой, со своей уникальной вселенной, да, для молодежи. Да. Для молодежи и показать им, смотрите, арты и настолка точно такая же. Идите и играйте. Поэтому сейчас увеличиваются миниатюры, да, они становятся больше, тоже более мультяшные, вот эти шлемаки Death Watch и так далее. Так фишка в чем? Модель трехмерная, игра трехмерная, и у тебя модельки, они просто берут и копируют модельки, что очень классно, очень здорово. Ну, вот имперские рыцарьи. Да. Ну, правда, конечно, детализация похуже, потому что рассчитана на более массовое количество юнитов, смотришь на них сверху, и отдавна 4.3, если честно, отличается. Просто потому, что, мне кажется, масштаб банально увеличился, происходящего, и камера отдалилась сильно. Но цветасто, давай вот так, цветасто очень приятно смотреть. Да, приятно. глаз не режет, все. Это тренд. Это тренд. Ковервощик просто закрепил, он как бы расписался под указом. Ближайшие, ну, 10 лет, может, 5-10 лет, все будет цветасто. И расписался. Все. Пошло в масло. Я яркий цветасто. Это тренд. Это круто. Все это привлекает. Так что, за графон не можете, за его визуализацию, можете, ну, как бы не беспокоиться. Ну, давай так, это разговор, конечно же, автосовщине, кто-то же скажет, что, ааа, где, где пыль, где грязь, он пошел по другой ветке, это другая ветка, это не хорошо, не плохо, это просто другая ветка. Мне бы тоже хотелось, чтобы он пошел по пути компании в Heroes, где там дротнул, и разлетаются в щетки здания, там, аа, орки бегут, аа, а по ним дротнул. Йоооо, boys, да, да, и вот эти всполохи, какого-то щит, трассирующий, и что-то такое, и умер. От истощения. Вот, это было бы круто, на мой взгляд, потому что компании в Heroes был охрененный. Знаешь, вот, кстати говоря, вот в этот же пункт, перед тем, как мы перейдем к геймплею, надо сказать конкретная претензия, когда я услышал, как стреляют болтера. Потому что это как звонят колокола, понимаешь, вот звонят колокола и стреляют болтера, для меня это примерно одно и то же. Потому что первый довик, когда у меня просто к музыкальному центру подключено, у меня просто колонки такие во втором довике они вообще превзошли в себя. Там просто как реально, как будто бы из базуки они из автомата стреляли. А теперь пью-пью-пью. Вот серьезно. А теперь это все только потому, что они уходят на спортивные рельсы с головой, потому стиль крутой и брутальный не подходит, игра бы не потеряла динамичность, ее бы нельзя было сделать такой динамичной, она была более тягучая как компанию в Хируис по-любому. Да, потому что я вот прикинь себе динамичная вот эта пафосная она бы слилась и все бы воедино. Ну и еще анимация танков, например, эльдарских. Они неплавно катаются, на самом деле. У них есть моменты, где они так мгновенно изменяют свои курсы. Вот так вот. Как в Старкрафте? Вот особенно протасы. Если посмотреть на анимацию и на самом деле это было самой первой части с Wings of Liberty и если посмотреть как передвигаются колоссы, как передвигаются имморталы, они очень плавно передвигаются, даже когда поворачиваются. Это вот как бы эта фишка про Близзард даже вот если мы посмотрим на истребители, да, они рывками тоже не дергаются. Они рывка переворачиваются. Они даже на одном месте достаточно плавно там продуманная анимация. Я надеюсь, что это вот это по правилам беты. Да, это по правилам беты. Потому что пока немножко режет глаз в целом. Вот. Ну это такие косяки, которые бросились в глаза. В остальном ну я с визуальным стилем мне он все равно нравится. Здорово, четко, быстро и главное динамично. Дальше. Да, ну и теперь геймплей. Самое интересное. У нас возможно будут давать больше режимов на выбор не только как в дотке в дефенсово его какого-то важного чекпоинта. Скорее всего будут варианты. С линиями, да. Потому что сейчас линии есть, это видно. В остальном реквизишн поинты нам сохранили. Мы все так же строим базу, захватываем точки. На них строим листними посты, укрепляем их. Но мы потеряли способы классические добычи энергии из Dawn of War серии. Мы больше не строим генераторы, по сути, мы их захватываем на точки. Да, мы достраиваем да, мы глядем близкими посты и там у нас получается бомб к энергии. Там разные степени прокачивания. Причем, если честно, я не как-то вот не углядел, что ли. У меня почему-то на одном посте почему-то можно было прокачивать только вот именно виктори паинты. Понимаю, с чем связано. Может быть, я что-то не доглядел, не допонял. Но, может быть, точки как-то вот... Хрен-то с ним. Главное, что из очевидного, если у вас нет точек, вы уже не получаете энергию. То есть, вы не получаете два ресурса. Не можете строить никаких нормальных юнитов. Если в даунфор можно было как-то... Ой, ну ладно, я буду вот юниты за энергию и немножко декрессион-поинты. Прорвусь. Нет, тут так не выйдет. Главное, что это как линии и от обороны ты, сука, не сыграешь. Как бы не хотел, дружище, прости. Даунфор 1 ушел в оборону, там закрылся, начинаешь себе... Ооо, у меня много энергии, я строю танки всякие и немножко трачу репетичный поинты. Да, 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 ты не сможешь зажаться, грубо говоря, на базе и как-то... Причина номер 1 это отсутствие защитных просто конструкций. У тебя больше нет турели, друг. Все, нет турели. Она есть, она, ну, на прослушивающем посте появляется. Да, да, и базар. Все, и все, но это фигня. И пост сам не кредится. Он не поднимается левом, как раньше было. И ты можешь там, типа, очень больно стрелять, там турель ставить, которая против ракет, противотехники. Нет такого больше ракетных турелей и прочего. К сожалению, все, там маленькая пил-пил для галочки просто. И тебе приходится играть чисто юнитами. И потому это сильно напоминает Dawn of War 2, где не было поступников зданий, была война чисто юнитами. Здесь нам дали здания, но эти здания, они ни на что не влияют. Может это про строительство, да, по факту, по факту оно очень простое. В первом домике было прикольно, в главной базе там скауты и рабочие выбегают, потом бараки были. А в главной базе за спейсмаринов тактический взвод можно его сразу же присылать. Крутая фишка у спейсмаринов, которая мне например понравилась, это наличие дропподов. То есть у тебя есть три дроппода, три слота, они такие над картой как бы висят. ты когда на него нажимаешь, когда он у тебя открыт, ты когда на него нажимаешь, ты можешь выбрать любой юнит, который ты производишь. Да, это класс. Он загружается в этот дроппод и после этого ты кидаешь. И это как бы дроппод становится орудием ближнего боя. Да. То есть таким образом самое... А еще он не исчезает очень долгое время, когда падает. При этом хиляет всех вокруг. Да, так и валяется раскрывшийся цветочек. Являясь опортом. Про фракцию вы можете посмотреть наверное кучу уже обзоров. Но это про динамику. Это про динамику. Это очень важно просто сказать было, чтобы не думали, что это как возвращение старого первого довика, где база по-разному можно выдавливать противника зданиями. Нет. Чисто нет. Это все-таки Dawn of War 2 мне кажется пока в большей степени, судя по тем картам, что мы сыграли, в большей степени чем Dawn of War 1. Где можно там турельки и прочие браки-бараки генераторы строить. Генераторов тут нету. Точки решают все. Но с другой стороны возможно в других картах можно будет как-то там построить барак рядом с противником. Быстрее юниты спрятать как-нибудь его. Быстрее все идет. У Элдор, например, есть Webway. Учитывая линейные карты, вот ставить прокси как-то... Ну то есть эта карта палится за 3 секунды. То есть даже вот если в Старике короче посмотреть, да, там карта один на один, там достаточно нычек, где можно ставить прокси. А тут у вас вот ну линии, которые очевидны. Это просто такие карты у вас. Сейчас возможно будут больше. Они впоследствии. Главное, что есть такие страны, как в Webway, например, у Элдор. Забегаешь, из него в другом месте выбегаешь. Вокруг него быстрее двигаешься, а то это фут работает. Много интересных механик. Но Элдор это протасы, Орти это зерги, Спейсмарин это тираны. Это тираны. И ты знаешь, в этом есть моральные минусы и практические плюсы. Ну да. Моральные минусы это то, что ну мы фактически получаем вариацию Старкрафта 2. Вариацию Старкрафта 2 по любимой нам тематике Вархаммера. Но плюс, практические плюсы от этого. Старкрафт 2 лучше РТС. На данный момент одна из самых сбалансированных и спортивных игр. Если мы увидим Вархаммер на уровне киберспорта, это огромный буст даст и для сообщества и настольного в целом. Ну его раскручить надо. Надо раскручивать и бабло вкладывать. Без бабла и нихер. Нет, ну бабло можно тоже, знаешь, невозможно вкачивать бабло в говно. Ну это не Близзы, к сожалению. Это не Хован. Это не Близзы, потому посмотрим, если игра будет реально крутая и интересная, то она, конечно, собирает какую-нибудь определенную паблишку, чтобы по турнирочкам всем мероприятиям основным пройтись. Но это мы увидим. Сейчас не буду спекулировать на эту тему. Главное, что орки быстрее, чем Элдар бегают. Я просто чуть не не могу убежать. Вот Ваня вот прям перед записью этого ролика такой, дай-ка освежу память, заходит за Эльдар и такой, так, я не понимаю, почему я не могу убежать от орков. Я говорю, я говорю, Ваня, потому что орки, это зерги, они быстро, их много, и они быстро бегают. А ты высокотехнологичный хер, давай телепортируйся теперь. Вот. Тиры игры. Тиры игры. Они поднимаются. Там спустя какое-то время у тебя бахает новый тирыг. Да, вам озвучивается даже эта тетечка вам такая, говорит, что новый уровень, новый градус войны поднялся. Защитные турлики башен бьют гораздо больнее и так далее. Это прикольно. Кстати, грейдишь, ты новый юнит и получаешь также прокачивая главное здание. что тоже. На самом деле, в чем прикол, в чем главный прикол этой темы, она напрямую влияет на динамику и она нам говорит о тайминге. Да. Что есть, что есть определенные окошки, в рамках которых вы должны знать свой тайминг и конкретно согласно нему действовать. что если вы в первое окно не смогли с помощью своей стратегии или скилла пробиться, это значит, что уже на второе окно тайминга это уже точно не получится. Да, скорее всего, да, просто пушка будет уже больнее бить базово и неприятненько все будет. А вообще прикольно. Просто динамик. Грейды очень, кстати, решают. Там одно строение для грейдов есть, но их очень много. Хорошо проапгрейдживается и вроде бы на этом как бы все, можно было остановиться. Но разработчики пошли дальше. Они придумали очень... Ну как придумали? Она уже была до этого система, просто ее и в Dawn of War 3 вернули и правилом Буратчика такой... Чаптер тактики. Чаптер тактики. Обилки. Пассивные обилки и составление ростера для своей армии. Ростер это пресет по сути своих уникальных либо пассивных либо активируемых способностей. Всего три слота есть. Это спецперсонажи три слота и три слота Чаптер тактик. Способностей. Способностей у фракций много. Вот реально много. Захотел, чтобы твоего и больше начинали ослеплять сайленс класть на противников чарджа. Берешь эту обилочку в один из трех слотов. Захотел, чтобы реперри больнее и острили и дальше вставил. Захотел, плюс, что-то крутую обилку. Приятно было, когда я выбрал себе Блэк Тимпларов нашел сразу же обилку, которая позволяет тактичке ну фактически Фуриос Чардж делал. Тактическому взводу космодесанта да, подрался в пропашную выпусках черные хромовники. Это очень классно. Можешь выбрать по сути, когда выбираешь фракцию, можешь выбрать например у космодесанта это ордена. Черные хромовники, кровавые вороны и так далее. И с помощью наборов вот этих спецправил вы можете такой вот Бекова. Это становится круто Бекова. Ты реально делаешь так, как делает примерно этот орден. Но я думаю проблема будет заключаться в следующем, что проигроки очень быстро найдут оптимальное соотношение стратегий и... А нас не интересуют проигроки. И пассивных исток, конечно не будет баланса всегда. Поэтому это же как вода, она по одному ручейку будет бежать, она самый кратчайший путь найдет. Нас это не интересует, нас возможности интересуют. Короче, релики во второй раз дают возможность фанатам Вархаммера поделиться на два лагеря на спорт и хобби. И теперь в ДОВ-3 школьники будут разбираться. Ну это же типа блин, не это, не Бекова. Да, именно так. Ну это очень классно. То есть три слота и у тех же Элдер 18 сабилок. Ну, блин, это круто. По крайней мере они дают им возможность поиграть красивыми самая крутое. Самое крутое это не факт, что это окончательный просто набор список. Это очень приятно. Возможно, больше будет. А еще ДОВ-3 будут впоследствии. И юниты. Юнитов уникальных тунутся просто. Обычно это три героя и три юнита. Три слота. И ты выбираешь, кого взять. Они у тебя не просто появляются как бы из ниоткуда, ты их заказываешь по сути. Они заказывают, то есть там проходит какой-то период времени. Я вот, кстати, если честно, так и не понял по какому принципу может быть со временем они просто открываются согласно там вот уровню эскалации и так далее. И ты можешь короче призвать этих чуваков конкретно вот у Спейсмаринов следующий выбор это отряд Килл Тима ну ребята прям вот его Килл Тим Кассиус такой падает вам короче на стол. Реально Десвотч. Десвотч и они такой Зенес маст би перч. Вот. Недобавный. Да, незабавный. Терминатор. Терминаторы. Добриллиан Гелос Большой Имперский Рыцарь и Либрарин по-моему. Либрарин и Либрарин да. Это не фу? Единственное конечно что вот мне не понравилось как Бэкова это ну конечно мне кажется что в мультиплеерной кампании надо было сделать по-моему вот я не помню либо в первом либо во втором до веки было у вас был нонейм капитан который точно так же раскрашивался в цвета ордена который вы выбрали и это приятно выглядело в данном случае бегать Блэк Тимпларами но был герой под командованием Габриэля Ангелоса но как-то командор был немножко не камильфон да, командор был это было забавно но в остальном в принципе я скажу что юнитов там хватает у Элдера мне обидно например что Гардиан исчезает они заменились Дай Ревенжерами Блютами Мстителями в остальном все аспекты присутствуют танчики основные Фелкон Призма Скорпионы Скорпионы которые бегают нет но это все фигня главное что в принципе четко могут добавлять как угодно DLC с новыми юнитами которые могут быть элитными не элитными все клево в Рейс Гарди которые без вебвеев которые рядом находятся такие еле-еле ходят такие три крутых мужика очень клево анимация больших чач в Рейс Лорд в Рейс Найта мое почтение все очень красиво псионика у героев которых ты вызываешь своего роста если они есть тоже красиво да нельзя орки веселые стиль есть мне конечно понравилось еще оформление вот это вот когда начинается игра там где такие пустом мордочки они сделаны 3D графикой они нарисованы не анимированы прикольно а просто такая 3D графика причем 3D графика как будто из начала 2000-х такой стиль это такой приятный комплимент это прям такая отсылочка вот туда в ритуал войны в эти ну вот в Chaos Gate и прочее ну блин круто и музыка вот эта еще крутая играет вообще очень понравилось в целом по геймплею что еще можно сказать да мы самое мне кажется важное сказали а я еще не заметил кстати апгрейдов на машинки если вы помните у нас машинки покупали покупали там ласку у нас был хищник он заменял автопушку на ласку а там ну вот я скажу так во всех играх которых я сыграл я так и не успел сделать танчик потому что я вот прям помню как я уже выношу чуваку этот генератор а у меня только построился дредноут и я отошел от этого генератора и стоял ждал пока у меня дредноут дойдет просто чтобы он за имперватором пошел его ломать очень красиво он стреляет из огнемета она я не знаю на метров 100 перед собой вот красивым очень красивой очень анимацией ну в принципе я удовольствие получил вздрочнул и как бы и окей даже несмотря на то анимации смертоубийск шашлык делаешь шашлык мошлик кашлящий кавкаски дредноут но а я не знаю видишь я я не успел поймать дредноутом ни одного спейс-марин ни одного этого может быть есть я считаю что возможно они просто запихнут все это в спецобилки которые ты делаешь пресеты своей армии там где будут необычные танчики которые заменяют свои автокейон лазерные пушки и прочее но я не заменил кредит но что я могу сказать сразу же для людей которые хотят как бы серьезно поиграть в эту историю вам нужна хорошая клавиатура 100% машина помощней чтобы свой апм повышать в данном случае вам нужно будет постоянно проверять ваши апгрейдики там еще каждый может какую-то гранату кинуть достаточно так глазки пока разбегаются много биндов поэтому я вот играл на нашем студийном компьютере там такая обычная беспроводная клавиатура такая плоская и было очень печально но в остальном прикольно в основном прикольно ну давай общие впечатления я скажу это Dawn of War 1 который подстригли умыли сделали другую прическу хаслочки крутые одели он такой взяли лучше из второго лучше из второго так что немножко ближе вот к нему потянули за веревочку за пуповинку и получилось не Старкрафт потому что юнитов поменьше а именно там с квадами ты бегаешь у нас и получилась вот эта вот такая серединка когда еще не Company of Heroes уже такой новый реализм там Dawn of War 1 уже не уже не это но и не Старкрафт когда пятнами бегаешь такими колобахи у тебя такие большие колобахи сражаются не это совершенно что-то среднее получилось вот среднее возможно это золотая вот та вот серединка которая необходима до веку чтобы стать крутой дисциплиной играется блин круто ну просто приятно играется приятно но надо играть на я вот для себя понял я жду релиза сажусь за нормальные девайсы пробуем и даже вот такая друзьяшками да с друзьяшками а так как у нас есть целое наше прекрасное сообщество FFH The Station я думаю мы даже может быть небольшие небольшие венчики турнирчики будем свои делать даже с призами еще очень интересный момент что надо понимать всегда всегда в голове Warhammer это про духера раз всегда было Starcraft про 3 Monolith все а здесь разнообразие оно рано или поздно придет в конце года новый аддон там через полтора года но он будет и у вас как Warhammer Total War где на старте 4 а теперь там уже 8 по-моему да 8 уже Бретонию бесплатно то же самое будет и здесь и это очень круто потому советую вам скепсис если вы скептик поубавить посмотреть на игру на релизе немножко осталось чуть-чуть абсолютно и ну тоже в начале был такой ботверт типа ну как же так сделали в доме чтобы чтобы жарил шашлык мошлик мое личное мнение по поводу скептиков и так далее оно заключается в том что во-первых эта игра уже абсолютно для другого поколения выполнена согласно как бы трендам игровой индустрии к тем требованиям которые предъявляются в данный момент к РТС к самым таким вот моментам что обязательно должны быть какие-то значимые герои обязательно вот должен быть вот это обязательно вот такой вот дизайн поэтому конечно старперы как обычно начнут превращаться в грибы вот а для молодых мне кажется это это крутая это крутая история и крутая возможность познакомиться с миром Вархаммер открыть этот мир Вархаммер для большинства других людей я правда очень надеюсь что вся эта история превратится наконец-таки в киберспорт я считаю что как бы Вархаммер достоин там оказаться все-таки историческая справедливость должна возобладать и если уж не стать вторым Старкрафтом но по крайней мере тоже стать дисциплиной в общем эта игра игра по мотивам Вархаммер 40 тысяч тут нет никакой задачи сделать игру полностью погружающую вас во вселенную захотите поете в настолку для погружения в бэкбуде читать картинки а эта игра по мотивам Вархаммер 40 тысяч вот на этом и все наверное спасибо что вы смотрели подписываемся на наш канал на наш сайт thestation.ru хотите узнать как играется эта игра Вархаммер 40 тысяч настольная на нашем сайте есть куча батл репортов обзоров вот мы эти книжки листаем показываем арты рассказываем вам бэк этой игры как это было вселенной да рассказываем о новых глобальных событиях в общем все у нас там жизнь кипит на короче рассказываем вам про игру которая сделана по новой игр 3 до свидания пока до свидания Продолжение следует...